Привет! Вы уже понимаете, где я? Да, я в аэропорту. К сожалению, пока путешествовать за границу я не могу, но я могу летать внутри страны. Давайте посмотрим, что есть в аэропорту и как мы это называем по-русски. Терминал. Внутренний терминал. Международный терминал. Внутренний терминал для рейсов внутри страны. Международный терминал для рейсов за границу. Рейс по-английски a flight. Зона вылета. Это зона для пассажиров, которые улетают. И зона прилета. Это зона для пассажиров, которые прилетели. Зал ожидания. Это зона, где пассажиры ждут свой рейс. Здесь они отдыхают, сидят в интернете, пьют кофе. Стойка регистрации. Что мы делаем на стойке регистрации? Там мы регистрируемся на рейс. Регистрироваться на рейс. И мы сдаем багаж. Сдавать багаж. Здесь можно попросить место у окна или место у прохода. Например, можно мне место у окна? Пожалуйста. Я всегда прошу место у окна. Я очень люблю сидеть у окна. Посадочный талон. Это мой посадочный талон. В котором часу у меня посадка? У меня посадка в 20.40. А в котором часу у меня рейс? У меня рейс в 21.25. Еще слово. Гейт или выход. Какой у меня выход? Пока непонятно. Почему? Потому что мой рейс задерживают. Мой рейс задерживают. И какой у меня гейт? Пока непонятно. Багаж. Какой бывает багаж? Это чемодан. Если чемодан большой, мы сдаем его на стойке регистрации. А если чемодан маленький, мы берем его с собой в самолет. Сегодня у меня только рюкзак. Вот он. Я беру его с собой в самолет. Багаж, который мы берем с собой, мы называем ручная кладь. Ручная кладь. Итак, какие слова были сегодня? Терминал. Международный. Внутренний. Зона вылета. Зона прилета. Зал ожидания. Стойка регистрации. Места у окна. Места у прохода. Регистрироваться на рейс. Сдавать багаж. Посадочный талон. Посадка. Багаж. Чемодан. Рюкзак. Ручная кладь. Конечно, слов очень много. Но самые важные я уже сказала. Удачи с русским! Пока!